В общем, как Юля сказала, что регистрация на самом деле нужна. Неважно, это платное, бесплатное мероприятие. Можно следующий слайд? Я на самом деле немножко оптимизирую свою презентацию. Создадим вместе с вами событие на автопаде, которое будет в воскресенье. Рина? В общем, мы создадим событие, обсудили с Риной, и создадим как раз событие на мероприятие в воскресенье. В общем, зачем нужна вообще эта регистрация? Для того, чтобы, во-первых, собирать данные о ваших клиентах, потенциальных клиентах, кто будет приходить на ваши мероприятия, мастер-классы. Например, фамилию, имя, почту, телефон клиентов. Вы дальше с этой базой будете работать. Например, вторым пунктом, который… В общем, вам нужно… Если вы будете иметь почту у ваших клиентов, вы сможете направлять им информацию о том, что у вас через два дня, например, предстоит мероприятие, на которое вы уже зарегистрировались. А потом, если вы создаете новое мероприятие или мастер-класс какой-то, то у вас уже будет база потенциальных клиентов, кому вы можете направить и сообщить о новых ваших мероприятиях. И с каждым проведенным вашим мероприятием у вас будет база все больше накапливаться, и вы постепенно эту базу сможете сегментировать, например, по возрасту. Или если вы задаете такой вопрос, где они проживают, вы можете, например, свой мастер-класс перевести в тот район, откуда у вас большинство ваших клиентов. И, ну и во-вторых, те, кто заранее купил у вас билеты онлайн, вы сможете уже подготовиться полностью, все материалы заранее, которые вам нужны для мастер-класса, уже по конкретной базе подготовить то количество материалов, которым вам необходимо. Вот. Давайте мы онлайн включим. Теперь мы перейдем прямо на сам таймпад, и я вам прямо на примере покажу конкретно, как создавать события. В общем, сам таймпад выглядит вот таким образом. Это самая главная страничка, и вот сайт у них welcometimepad.ru. Для того, чтобы начать там создать какие-то события, вам нужно как организатору там зарегистрироваться. Вот мы зарегистрированы под OrganicFest. Вот, если видно. Я перехожу в наш личный кабинет. Для того, чтобы создался ваш личный кабинет, вам нужно… Там будут документы, которые нужно будет прочитать, и… Ну, это полезно даже вам прочитать их. И дальше нужно будет оплатить первоначальный взнос, единоразовый, стоит он 250 рублей. И дальше уже создавать события. Например, вот у нас уже было одно событие. Это эко-нетворкинг. Мы как раз на эко-нетворкинг использовали вот этот вот… Этот сервис таймпад. Для того, чтобы создавать мероприятие, нужно перейти вот сюда, нажимать на плюсик. Мы переходим на новую страницу. И давайте назовем наше мероприятие. Теплица. Наташенька, а можно вопрос тебе задавать по ходу пьесы? Тебе не будут извлекать? Да. Скажи, а 250 рублей – это единоразовый платеж? То есть по факту, да? Если у меня бесплатные мероприятия, я получу 250 рублей и все. Да. То есть это как первоначальный взнос от организатора он вводит. Это не клиент оплачивает, который придет на мастер-класс или на мероприятие ваше. Мы создаем событие теплицы. Описание я не буду писать, я тоже так оптимизирую немножко. Вообще, мы тут краткое описание, подробное описание, можно все написать. Дата 28 число. И время у нас там 5 часов заканчивается. 5 часов. До семи утра. Можно написать место. Я не знаю, по-моему, с местом еще не определились, да? Рин, мы с местом автопати определились? Давайте определяться тогда. Формат. Давайте определим формат. Как мы мы сделаем автопати? В каком формате? Автопати это неформатное? Неформальное общение. Ну а зачем здесь? Можно же перебазироваться. Ну пока оставим здесь, да? Будем думать. Короче, он не... О, а здесь есть офигенное кафе. Кафе, кафе. Блин. Нет, дайте там какие-то доски, либо не доски. Доски, можно ворваться в доски. Все, врываемся в доски. Это для желающих, в смысле, это не обязаловка, это так просто поболтать о том, о сём. Ну пусть это будут другие события. Можно занести дальше афишу событий, если там необходимо. Ну и всё, дальше нажимаем продолжить. Ты написала, что мы в доске идём? Нет, я написала просто улицу геодезическую, 4 дробь 1. Вот, дальше здесь мы выбираем для анкеты, какие вопросы нам интересны. Вот email, фамилию, имя. И вообще там ещё пару вопросов, которые вас интересуют. Лучше написать, чтобы больше знать о ваших потенциальных клиентах. Это анкета регистрации, правильно я понимаю? Да. Ну, мы не будем дальше ничего писать. Давай напишем телефон. Давай телефон. Для мастер-класса можно указать ваш тип кожи, например. Или там, ну серьёзно, или ваш рост, или ваш день рождения, чтобы потом рассылочку делать. Номер телефона, да. Всё, сохраните вопрос. Ну и нажимаем дальше продолжить. Здесь мы заполняем информацию о билетах. Допустим, ну пусть будет первый билет наш, называться билет участника. Количество их будет 40. И мы делаем его бесплатным. Ещё с помощью этого сервиса можно создавать различные варианты билетов. То есть там, пусть у нас будет билет с кружкой. Где-то придёт с кружкой. Эти билеты будут, их будет там, предположим, 10 штук. Цена ноль. Вот здесь вот можно создавать такой билет с промокодом. Ну, допустим, кружка. И все те, кто будет потом заходить на сайт нашего мероприятия, если он в поле конкретно впишет слово кружка, то ему выводится билет, который будет называться билет с кружкой. Это удобно вводить, когда билеты платные. Например, если мы вводим промокод, то цену устанавливаем там. Если бы первый у нас билет стоил бы 100 рублей, то все те, кто вводили бы слово промокод кружка, то у них был бы билет бесплатный, и он бы стоил там ноль рублей. Так мы создаём конкретное мероприятие, то оставим там ноль. Ещё вот в TimePad есть такая услуга, как билеты с рассадкой. Можно занести информацию. Мы этого не делали, нам не было необходимости, когда на кинетворк не создавали, там не было прям конкретных мест. Но это возможность есть, делать билеты с конкретным местом. Всё продолжить. Публичные события. Ну и всё. Почему это событие доступно? Смотри, это скрытое событие, но не публичное. Если мы сделаем публичное, то его кто-нибудь другой найдёт. У нас по ссылке, да, получается? Да, тогда мы ссылку направим в чате. Да, да, да. Всё, события доступны по прямой ссылке. Можно тоже, получается, выбирать. Опубликовать. Всё. Мы опубликовали их. А почему у нас 16+, а у нас есть 15-летний участник? Чёрт. Ну ладно. Да, можно вносить изменения. Теперь вот… Теперь переходим. Вот, собственно, создалось событие. Нажимаем «изменить» и «описание» выбираем. Возрастное ограничение меняем на 12+. Всё, сохраните. Можно вам вопрос? Да. А получается, в «изменить» в «изменить» в «изменить» в «организацию»? Да. Не как? Нет. Как «организацию». А есть какие-то лицо? Вот, да. Можно регистрироваться как либо юридическое лицо, либо как «визменить»? Ну вот, как «визменить» я даже, на самом деле, не знаю, как точно там «визменить» потому что нам было так актуально, как Юле все это сделать. Вообще, могу там прочитать, если что-то, если ответить на вопрос, можно написать, либо у Юли задать вопрос, и я потом отвечу. Да, есть. Вообще, да. Вообще, при регистрации, при первом, там будет прям чётко видно по шагам тоже, какие документы нужно прочитать. Вообще, вот, на основном сайте «в помощь» нажимаем, и тут вот есть там «работать». То есть, хорошо, у меня как-то, правда, у меня вопрос такие, да? Я приезжаю из-за лица, будут продавать, потому что получают эти деньги. Внимание, вопрос. Ну, как-то меня могут, когда я упаду, может, не видишь, что я решила? Могут они, я пытаюсь, это самым... Я всегда, как можно, не обеспасываю, не обеспасываю. А чуть-чуть, не обеспасываю. Так, чуть-чуть, не обеспасываю. Так, это, наоборот, да, наоборот, Таймпэд не реализует все ваши, получается, доходы, которые есть. От проведения мастер-класса от Таймпэд берёт процент, который, ну, вы должны заплатить Таймпэд, это сервис, который они оказывают. Таймпэд присылает документы, то есть, если четкий период... Таймпэд же вы можете давать отчёт на саналонку, с кем он работает, это уже получает положение информации? Ну, нет, они не могут, но они вам, те доходы, которые вы получили за месяц, он вам присылает акт, который вы должны подписать, в том, что это оказывают услуги. И это... Таймпэд это когда ей услуги, а здесь такая день я на себе получила, никто не будет меня искать, потому что здесь вопрос, что ты не занимаешься, и таким еще официальным деньмю перевел, что ты вы думаете? Скажите, как тебя никто не будет искать? Я того, чтобы искать, потому что если через автокрам ты находишься, через Таймпэд, то же там. Скажем, на каком не оборотке, девочки, но у вас, господи, 8 тысяч оборот на мероприятие, на каком-нибудь, да, кому это вообще нужно, я вас умоляю, кому это нужно? Да, это я знаю, да, это я знаю, но если, например, вы там боитесь за это, да, но так же вам может прийти, когда человек вам лично отдаст в руки, ну какая разница, ну так вы оптимизируете, то, что вам будет больше людей отдавать так, а так вы будете каждый раз за наличку, ну какая, если хотите спать спокойно, заведете себе ИП, стоит 1700 рублей, или 10 бухгалтер, в чем проблема? Ну все же нет, но проблема в том, что 30 тысяч налогов платить в ежегодно, ты же зарабатываешь, ты же зарабатываешь, не 30, лишь 20, 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 26, 29, 30, И вытекнуть от себя, потому что они видны, что у них. Вот я про это и говорю. Да, конечно. То-то-то в классном сайте, у тебя на то-то привязано, что ты клёвый. Конечно, опять же, сбор контактных данных, да, элементарно. Ставить заявку, кнопка, да, у тебя есть телефон, сайт, ваш город. Если каждому уже звонить, спрашивать за этот вопрос, ну, что это? Что, где ваш сервис вообще? Ну, и там даже это удобно уже дальше выгружать данные о клиентах. Например, ну, например, наше мероприятие. Скажи, пожалуйста, лучше, получается, так же можно прикрепить, ну, там, не знаю, скан паспорта или еще что-то. К примеру, если какое-то более-менее масштабное мероприятие, да, и оно находится за пределами города. Где-то, например, тот самый Алтай. Надо снять, к примеру, номера для клиентов, да, привлеченных. Чтобы, например, забронировать то же самое новое, следовательно, нужно скан паспорта, то есть человека, который ты бронируешь. Там, где сразу, то есть по сканам, что там могут зарегистрировать в отеле. Это тоже потрясающая штука. Мы не пытаемся использовать его, просто у нас свой интерфейс есть. Ну, как бы, вещь-то безумно нужная в плане, там, даже получения информации о, ну, то же самое потенциальное. Номер телефона, там, где-то он был неактуальный, да, там, вы знали, вы его позвали, вот он вдруг позвал, он зарегистрировался. А так, у тебя уже есть номер телефона, и потом в дальнейшем, потому что уже реклама, условно, позвони там, нам летит там, у нас какие-то данные. Которые, которые, может быть, в дальнейшем для своих же экспериментов уже их использовать. Ну, вот это прям... Конечно. И это, ну, это удобно, вот даже наше, наше мероприятие, которое, это нетворки, мы всю информацию, которая, вот, там, там, было, ну, 118 лет, то есть, там, много, там, обрабатывать это вручную, в их цели сидеть. И... Простите, да, вот, к примеру, для чего это надо, составление списков? То есть, у тебя сразу-то все в компьютере забитое, ты потом, даже, через самую бейдж перероделаешь, чтобы типографию... Однозначно. У тебя сразу список, это не печатаешь, так, Наташа Старцева придет, так, это не придет, это вычислено, да, я не понимаю, что это написано. Ну, это просто, ну, это информация, даже не обсуждается, это невозможно. Тебя нужно вручную обработать столько информации. Ну, просто, это, это же просто, ну, на уровне аукционного. Возможно, невозможно, невозможно. Ну, вот это вот наш пример был, мероприятие данные, все можно выгрузить просто в один щелчок, и все эти выгружаются, экселевская таблица со всеми данными, которые были, и их можно там дальше уже легко, ну, в общем, что-то, а, ну, вот, все, экселевская таблица. Эта информация, она есть. Которая удобная работа. Нет, не настроена. Нет, не настроена, нет. и не вырастает файл. Просто все, в Excel-файле вся информация по каждому клиенту, она есть. Еще хотелось сказать тоже по нашему примеру. Допустим, билеты можно создавать. У нас были наши билеты. Можно создавать по промокоду и устанавливать время, до какого времени мы хотим, чтобы этот промокод действовал. Мы заранее забили всю информацию, и дальше мы уже этим даже не интересовались. Все, 3-го числа уже по промокоду конкретному нельзя было зарегистрироваться. Еще что удобно было, вот Юля рассказывала про воронку, вот эта продаж, что после того, как клиент закупил билет, дальше уже клиенту приходит сообщение о том, что вы зарегистрировались, и мероприятие будет так-дата, так-дата, так-дата. Это все тоже можно настроить заранее в таймпэйде. Переходим к редактированию текста и писем и оповещений, и вот здесь уже вся вот эта воронка продаж по шагам, она уже есть. Вот, допустим, письмо о регистрации. Его можно изменить так, как вы хотите. Вот, допустим, здравствуйте, будет подгружаться то имя, на которое было зарегистрировано. Вы только что зарегистрирулись на то мероприятие, которое там называется, организация подтянется. Здесь дополнительно можно написать, что там, не забудьте взять кружку. И можно все это отредактировать. Сохраните, но всем тем зарегистрированным участникам, которые проведут, им придет такое сообщение. То есть вам не нужно вручную каждый раз себе отправлять информацию, там, а у нас изменения, а у нас там то-то, а у нас там отправить, то есть всю вот эту воронку взаимодействий можно выстроить заранее через таймпэд. И все. Информацию о том, что там о напоминании событий там за день и с благодарностью после мероприятия о том, что вы к нам пришли. Это все можно настроить в таймпэде. Самое главное, покажи, как билетик, как на регистрации, вот этот билет сам, как сканировать очень быстро. Да, и последнее, что хотелось мне сказать, что у нас на почту приходит электронное сообщение, электронный билет. Его распечатывать не нужно. Таймпэд уже разработал приложение, называется таймпэд чекин. Организатор, он его себе скачивает, подготавливает проверка билетов. Здесь создает, генерирует код оператора, добавить код. И потом уже когда на само мероприятие все клиенты приходят, либо показывает этот QR-код, и организатор с помощью конкретного приложения считывает QR-код, и там сразу отмечается о том, что все, вы уже зарегистрируете. Либо можно ввести фамилию в самом приложении, и он тоже, нажимаешь кнопку, что все, тебя зарегистрировали. И потом эта вся информация, но также, когда ты выгружаешь данные, вот в этой таблице, которая здесь должна была быть, там есть, что вот этот клиент, который пришел с таким-то билетом, который зарегистрировался тогда-тогда, то он пришел, постолька-то, постолька-то. И, в общем, а покажи вот сводную таблицу именно в сервисе, как мы увидим, вот это прооприятие. Это на творчество, нет, не про статистику продаж, а про все, что там, сколько пришло, сколько не пришло. Так он должен вот сюда, куда-то, 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 куда-то. Причем он более мероприятный, там полностью же есть. Есть, ну вот в майфон открывается в электронном, ну, в HTML формате. А, ну, а вот он, в код. А, нет, обычно открылся. Оно по статистике продаж, там что написано? А, вот он, вот он. Вот, есть вся информация. На какое мероприятие? Какое было мероприятие? Вот, я дегстрировалась, я пришла на мероприятие как по билету организатора. С промокодом, с такими мероприятиями. Да, особенно, например, у вас ограниченное количество стульев, да, вот вы знаете, что у вас только 20 мест. Если там где-то, в тульях у вас 25, у вас просто 5 человек, вот, ну, как-то на ногах, условно говоря. И вот, по всему, я отмечалась, что я не пришла, что вся информация, но есть... А еще скажи, пожалуйста, на этот проект, как, ну, сколько, чем зарегистрировалась, сколько потом пришло, по факту, что это разные цифры. Ну, что не все приходят в разные мероприятия. Ну, да, конечно, мероприятия, на мероприятия не все приходят, но... А, ну, и вот здесь, в Таймпете, то, что можно... Как ты перегистрировала? Когда я перегистрировала, что пью отводу, вот, вот у нас есть весь список людей, если мы выберем в аукции, все те, кто не пришел. То есть они купили, но не пришли. Все, то есть мы сканируем, все, кто сканируется, на входе, они пишут, отмечается система, отмечена, отмечена, отмечена. Ну, это такое, там вот у меня есть, а я была. Возможно, организаторы, организаторы, они сканировали. Да, но на самом деле, может, гораздо меньше, что это не было. Когда мы не пришли. Ну, да, потому что, да, если убрать всех нас, Антон, я себя просто сканировала. Вот, все те люди, которых не было. У меня вопрос по поводу, есть ли там активные кнопки, то есть, например, если планируется транспорт, в ходе организации, то есть, навести людей, как культра, до конца, и то есть, когда регистрация, что-то проходит, там должны быть какие-то, какие-то требуются, и вам транспорт там, от бюлсера, какой-то какой-то, какой-то, 4, до, то есть, если там, да, возможно. Это, когда уже создали событие, это, мы рекоментировали анкеты регистрации. В анкете регистрации здесь задаем комплектный вопрос. Добавляем вопрос. Нет? Кротко, произвольный? Да, выберем, например, на данный момент. Требуется? Да, Требуется транспорт, нет, выбирают. Вы уже, таблица уже погружается. Нет? Да, Скажи по процентам, сколько платить за каждого, кто платит? По процентам, то, что получается организаторы отчисляют. Для индивидуального предпринимателя, там, или ООО, это получается 6,5%, а если это НПОО, то там еще меньше процентов, 20, 20, 30%, если не ошибаюсь. А для просто физикой? По-моему, 9, для физикой, или 8. Да, надо посмотреть. Знаете, что процентам, и физическим, это у вас билеты? Ну, я не знаю, мне кажется, это 8, нет, это по системе, то есть в системе ты отдаешь деньги за регистрацию. Но, вот я скажу так, у тебя стоит билет 1000 рублей, да, 8 рублей с билета, отдать за вот это, ну, это прям милая радость, потому что, а самый дешевый, мы сегодня разговаривали с данными, и самая дешевая робокасса берет 4%, то есть тебе по-любому нужно какую-то анвальную кассу делать, и ты будешь, как в 19-м веке, скидывать фотокарточки, визиты, ты говоришь, иди мне, пожалуйста, эту карту с билетбаном, и вот и началось в дирекции, туда, а вы скинули, а пришло, а не пришло, а куда, и все. Если это большое мероприятие, то, конечно, лучше использовать автоматизированные системы, и не сокращать вам работу, и удобнее для клиентов. Но при этом все вот эти вот возможности, о том, что ты можешь выгрузить статистику, о том, что ты там используешь регистрацию с помощью приложений, и все это, все это, вот, и изможности. Даже если ты даже боишься аналогов, да, то можешь подрегистрировать бесплатно, то мы их доплатили по плату по вам. И это будет лучше, чем вообще ничего, чем вот это в директе, в ватсапе вопрос. Спасибо. Они нам просто выводят деньги на расчетный счет, а выводят деньги раз в месяц, по-моему, да, не? Если меньше 10 тысяч рублей вы хотите перевести со счета таймпада, получается, себе на счет индивидуального предпринимателя, меньше 10 тысяч один раз в месяц, а если больше 10 тысяч, то хоть там каждый день переводи. Да, и плюс все акты они выгружаются для бухгалтерии, все вообще красота. Причем там даже можно кстати, что самое интересное, если вы планируете работать с бизнесом, например, у вас билеты, допустим, тысячу рублей, к вам приходят люди из компании, они 100% захотят оплачивать через расчетный счет. 100%. И там на таймпаде есть такая функция, что ты можешь прикрутить возможность для оплаты через юр лицо и ему сразу же придет акт. Это прям очень круто для тех, кто с юрой работает. потому что если, например, ты, Ань, хочешь с корпоративной стороны подойти, у тебя 100%, да, к тебе компания никогда не пойдет только через юроплату. Да. Поэтому это 100% это неизбежно. Вопросы еще есть? Или мы, может, заканчиваем? Все, да. Спасибо. Вопросы. Вопросы. кто инвестировал. Так вот, она не вернула. Она не вернула. Так, девочки, давайте вопросы по теме последние. Наташеньку отпустим и себя отпустим домой. Еще есть по таймпаду? Все понятно? Ну, реально, сколько мы регистрировали мероприятия примерно? Три секунды, да? Да, мероприятие зарегистрировано и мы вам отправим ссылку. Спасибо.